Христос народы, все братья и сестры! Во великих делах Божьих написано, чтобы сопровождали христиан день и ночь. Это очень хорошо. Братья и сестры, по милости Господней, мы в Доме молитвы последнее воскресенье уходящего 2012 года. Бог благословлял нас, слава Богу! В этом уходящем году мы имели Божью милость, Божью свободу и Божье благословение. И каждое воскресенье, которое мы были в Доме молитвы, оно приносило для нас особые Божьи благословения. Мы познавали Господа, укреплялись этой духовной пищей и возрастали для славы Божьей. Для славы Божьей. И я вас сердечно всех благодарю за ваше усердие и за вашу ревность. Итак, друзья, пред нами богослужение. Мы рады приветствовать наших братьев и сестер, кто будет нас слушать и смотреть. Бог также вас благословит. Да благословит в нашем общем деле служения пред Господом. Открывая наше богослужение, друзья, читаю Божье Слово. Это первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, говорит апостол, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. В таком небольшом стихе заложено великий Божий промысел и Божье дело. Самуил, спасибо. 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 Апостол, мы называем наш праздник Рождество Христово, то есть рождение Иисуса Христа. И вот апостол говорит, что это есть великое благочестие тайна. Аллилуйя! Не только то, что мы можем прочитать и то, что можем сказать, как родился Христос в убогих яслях, в Вифлееме, мальчик. Значит, такое событие произошло. Ангелы пели, пастухи поклонялись, мудрецы почтили. Но, дорогие, для христиан, для детей Божьих, это великое благочестие тайна. И мы будем нуждаться, чтобы благодать Божия, Дух Святой, вводил нас в эту тайну и нам познавать эту чудную и дивную любовь Божию, которую Бог явил нам в Сыне Своем. И мы, открывая наше богослужение, братья и сестры, встанем пред Господом и будем прославлять имя Господне, приготовляясь к молитве о благословении. Слава Богу, братья и сестры, мы будем петь Псалом номер 592. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Владычество – святой залог на раменах Его номер 592. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сын дан от Него. Слава и благодарность Господу! Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Я хочу остановить немного вашего внимания на таком качестве его природы, его характера, как князь мира. Дорогие друзья, мир этот нуждается сегодня в мире, в мире и в покое. Я имею в виду слово «мир» как состояние души, как состояние человеческого сердца. Это мир. Однажды на одном собрании, на котором я был, один проповедник проповедовал и настолько монотонно проповедовал, что человек 20 явно спали. Кто-то прикрылся, кто-то так вот старался вроде не уснуть, но они это. И он потом обратил на это внимание и немножко поругал этих людей, что, мол, дескать, вы на собрании такое имеете, ну, знаете, такое слово «храбрость спать», да? Но он другое применил. Вы знаете, люди эти проснулись, проснулись, ну, естественно, они были, обиделись. А я ему сделал замечание, к нему подошли еще люди, я говорю, слушай, ну, ты так должен проповедовать, чтобы никто не спал, потому что они невиновны. На следующее воскресенье я позволил, ну, я дал ему проповедовать снова, думаю, может, что-то он скажет другое. И вы знаете, когда он сказал такие слова, вы нигде не можете больше отдохнуть, как в доме своего отца. Уже никто не спал. То есть вы пришли сюда на отдых. Это было хорошо. Дорогие, сегодня дефицит мира, дефицит этого состояния нашей души. И мы, как христиане, мы тоже в этом нуждаемся. Однажды один человек сказал такие слова. Говорит, мир в семье – это краеугольный камень ее существования. Мир в обществе, он приводит в состояние дружелюбия. Мир в церкви, он тоже приводит в состояние братства. Во церковление, так называется это слово, во церковление. Мы становимся одной частью одного тела, как многие члены. Мы становимся одной семьей. Вы знаете, насколько это прекрасно? И вот Иисус стал князем этого мира, этого покоя. Другое значение этого слова «князь этого мира» – это господин, это властелин. Это тот, который пришел, чтобы утвердить дух своего мира. То есть это, мы знаем об этом, это сатана, который разделяя и властвует. Дорогие друзья, но Христос стал князем мира, а его верующие, его народ, его последователи, ученики и соратники, они становятся миротворцами. Мы учимся этому служению быть миротворцами. Вы знаете, это великое служение, когда где-то есть раздор, где-то есть полемика, где-то есть огонь, а ты можешь его потушить. У тебя есть к этому способность, чтобы показать всем пример, действительно, чтобы этот огонь не разгорался. Поэтому, дорогие друзья, я поздравляю вас с Рождеством Господа нашего, который пришел сюда и принес этот мир. На эту враждебную землю так его встретили его люди. Но была часть людей, которые встретили его с радостью, и эта радость сегодня передается нашему духу. Хвала ему за это. Благодарность Господу. Мы его любим. Почему? Потому что Он нас научил этой любви. Мы сегодня способны творить мир. Почему? Потому что Он нас этому учит. Когда мы, люди пожилого возраста, оглядываемся назад и думаем, да, мы все-таки чему-то научились, пройдя этот путь. Пусть нелегкие, пусть не сильно короткие, но мы чему-то научились. И мы будем продолжать учиться дальше, дорогие мои, научаясь от Его Духа. Научаясь от Его послания, научаясь от того, что Господь сегодня с нами. Мы Его приглашаем в это собрание. Господь, раздели с нами это общение. Хвала Ему во веки. Аминь. Мы молимся. Аминь. 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 Продолжение следует... Господи Божий дашь, аллилуйя, слава Тебе, Господь, аллилуйя, хвала, честь Тебе, Благодарение Тебе, Отец, аллилуйя, Ты один достойный славы, хвала, чести и поклонения, астана, храме на гейсе, дури миру, дури миру, дури миру, дури миру, аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, Отец, аллилуйя, благословен, 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 хвала, благословение и поклонение Тебе, аллилуйя, благодарим Тебя, Господь, за это утро, за этот новый день, Господь, Боже, Благодарим Тебя, что Ты нас сохранил в Твоей руке и упредь нас сохрани для Твоего небесного царства, Господь, аллилуйя, мы благодарим, Господи, за каждого человека здесь, на этом месте, Господь, и благословляем каждого пришедшего в этот дом молитвы, Господь, аллилуйя, мы приглашаем Тебя, Господи, на это собрание, прибудь со всеми нами, Господь, благослови, Господи, своим присутствием, благослови проповедующих Слово Твое, поющих, играющих, молящихся, всех тех, которые сегодня, Господь, находятся в этом зале, Господи, находятся, Боже, в этом доме молитвы, Господь, мы призываем Твою благодать и силу Евангелия, Господь, да прострется Твоя рука милости, благодати, силы и Духа Святого. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, садись, пожалуйста. Сейчас хор будет петь псалом. Слышишь ли звон Рождества? Слышишь ли звон Рождества? Слава Богу, братья и сестры, садись, пожалуйста. Слава Богу, братья и сестры, садись, пожалуйста. Слава Богу, братья и сестры, садись, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я просто вспомнил о том, что однажды я находился в аудитории с одним из своих друзей и у него просто была книга и на этой книге была раскрыта страница на этой странице была такая изображена картинка Иисус Христос восседал на престоле и мы как бы вот искупленные Богом люди были в окружении этого престола и мы падали пред ним на как бы дниц и знаете, я когда посмотрел и я как-то в духе в духе не совсем согласился с этим изображением потому что когда ты читаешь весь Новый Завет от начала до конца я у себя столько мест отметил, что сегодня я буквально затрудняюсь какой-то из них избрать, потому что их столько много и все они повествуют о том, что мы во Христе посажены на небесах, на престоле вместе с Ним то есть, дорогие мои Новый Завет, он не говорит о том, что Христос восседает на престоле, а мы где-то рядом у подножья престола эта мысль не является евангельской потому что Библия очень четко, очень определенно и конкретно повествует о том что Иисус, когда Он воскрес мы воскресли с Ним когда Он взошел на небеса, мы взошли вместе с Ним когда Он воссел, одеснуя Отца, на небе по правую руку Отца, мы воссели с Ним и вообще Иисус и Церковь это что-то неделимое это нельзя разделить я знаю, что кроме того, что мы являемся телом Христовым Церковь является многими другими прообразами Библии но сегодня моя мысль о том в эти краткие минуты, которые мне предоставлены я хочу поделиться о том что мы вместе с Иисусом были прославлены знаете, дело все в том, что слава, вообще само по себе понятие слава тема о славе это не чуждое духу даже Старого Завета Нового Завета это понятие весьма похвально оно достойно того, чтобы о нем говорить люди, живущие в старые времена в Старом Завете они часто стремились к славе и это не было предусадительным Бог сам призывал людей стремиться к славе очень много раз в Новом Завете Павел говорит, что славы, которые от Бога Иисус это сказал вы не ищете а славу человеческую вы ищете в этом была проблема что человеком свойственно стремиться к той славе которая на самом деле славой не является но есть что-то прекрасное то, что с точки зрения Бога действительно является славой и вот к этому именно очень важно, чтобы наши сердца устремлялись дорогие мои, я сегодня очень быстро буду говорить я просто помню, как однажды Ио сказал что слава моя не стареет и вы знаете, это был действительно человек который в свое время был достоин того чтобы на него посмотреть и подражать этому подвигу жизни веры этого человека я знаю, что когда он писал о себе в 18 главе и рассказывал о себе ты просто соприкасаешься с человеком который воистину просто в тебе пробуждает желание подражать ему но что самое замечательное в истории с Ио так это то, что по-настоящему известен Ио стал миру не из-за того что он был предан, благочестивый, верен даже не из-за того, что когда-то возможно Библия говорит что даже Бог хвастался им перед дьяволом но из-за того, что он пострадал и Писание говорит, что когда он пострадал вот это стало известным всему миру как то, что больше всего удостоило Иова славы дело в том, что сегодня миллионы людей обращаются к книге Иова и они понимают, насколько это большой источник вдохновения как мощно это влияет на тех, кто сегодня страдает как много это приносит в жизни людей которые подобно Ио что-то проходит если когда-то в свои былые дни возможно он влиял на какие-то десятки, сотни возможно тысячи людей то благодаря страданию Ио повлияло на весь мир сегодня я думаю, что несколько миллионов людей в этом мире они знают имя Иова, потому что он пострадал и вот это страдание привело его к великой славе Библия говорит, сегодня я хотел это место отметить Павел однажды обращался к Коринфянам и говорит как бы я хотел как бы я хотел, чтобы вы на самом деле царствовали чтобы и нам царствовать вместе с вами я знаю, что есть такая вот какая-то, я бы сказал, целое мировоззрение того, что мы говорим о царствовании, но не о том дорогие мои, настоящее царствование Павел дальше говорит, оно всегда связано с тем когда мы страдаем написано, что мы прославимся со Христом если с Ним страдаем мы будем царствовать со Христом если с Ним будем верны до конца и вот интересная здесь такая мысль когда он обращался к Коринфянам, он говорил он говорил им следующее, что смотрите вы сегодня обогатились вы все как будто бы имеете у вас даже нечем у вас нет недостатка в никаком даровании но вместе с тем это не есть настоящее царствование потому что далее он скажет я думаю, что настоящее царствование это похоже на то, что Бог нам предусудил быть как бы посмешищем для этого мира я сегодня не об этом хочу говорить хотя это является непосредственной можно сказать, такой как бы непосредственной целью моей проповеди но он говорит, что мы сегодня приговоренные как бы к смерти он иллюстрирует такую мысль на фоне картины когда римские императоры завоевывали мир они брали царей они брали очень великих полководцев и их останавливали в конце колонны когда этот парад проходил по улицам Рима то впереди шли, конечно же, торжественные императоры их сопровождали ихние военачальники и где-то позади шли эти порабощенные или побежденные цари и вот я думаю, что Павел иллюстрирует эту мысль на фоне этого парада и он говорит, что Бог нам предусудил быть похожими вот на вот этих вот царей идущих позади колонны которые стали посмешищем для мира и даже для ангелов я думаю, что возможно ангелы в недоразумении от того, что порой происходит в церкви поэтому Библия говорит, что они пытаются проникнуть что Бог творит такое чудное и тайное в своей церкви и вы знаете, что вот эти идущие позади колонны они как раз-таки настоящие цари, но побежденные и, конечно же, Павел не имел в виду себя побежденным но он имел в виду себя похожим на тех, кто шествует позади колонны потому что мир нас не понимает, он говорит мы на самом деле царствуем со Христом мы побеждаем, мы разрушаем твердыни сатаны мы противостоем целым царствам дьявольского мира но в то же самое время для мира мы выглядим вот таким образом несмотря на то, что в духе этого человека находилось торжество победы Иисуса Христа несмотря на то, что возможно он мог повелевать целым царством тьмы и в то же самое время для мира он был вот таким образом смотрелся то есть как идущий позади этой колонны к чему я хочу это все сегодня подвести? дорогие мои, я верю, что Бог тебя и меня ввел в великую свою славу я в это очень сильно верю я знаю, что сегодня нет большей славы на этой земле чем ту, которую унаследовала церковь ты имеешь славу непревзойденную твою славу невозможно превзойти никем никакой ангел на небесах не превзойдет славу того, кто искуплен Христом потому что слава Христа и Церкви это одна и та же слава Он ее разделил я думаю, что обитая на небесах Иисус просто был не в состоянии больше радоваться славе, которую Ему дал Отец и Он просто решил по вечному плану Божьему так говорит Библия ее разделить между нами свою славу Он сказал однажды славу, которую ты дал мне я дал им дорогие мои, Он отдал тебе славу через свою смерть и Он ввел тебя и меня в свою славу и поэтому высшего звания, высшей почести чем ту, которую унаследовала церковь я и ты ее просто нет в этом мире поэтому сказано, что Он превознес его превыше всего и поставил его главою церкви что такое церковь? церковь это полнота наполняющего все это и есть Иисус Христос полнота Иисуса Христа то есть Христос без церкви Он даже, я бы сказал Библия учит нас о том, что Иисус усовершенствовался тогда когда Он приобрел церковь я знаю, что Писание говорит о том что Адам однажды уснул и в это время Бог сотворил Еву и я знаю, что Адам, будучи совершенным до какого-то момента чувствовал себя не вполне полноценным потому что должно быть вот завершающий штрих всего творения Божьего и этот штрих наступил тогда когда Ева была извлечена из ребра Адама Писание говорит, что мы были костью от костей Его плотью от плоти Его от Сына Божьего то есть Иисус тоже, будучи на небесах Он, будучи в совершенстве, в славе но как-то, как бы не до конца все было завершено и дело все было в том, что Божий план от начала, он был предначертан следующим образом Бог, планируя создание церкви поместил ее еще прежде вековых времен во Христа Иисуса и находясь в нем даже до грехопадения Иисус понимал, что на нем ответственность эту церковь извлечь из самого себя и конечно же, когда удары наносились по его телу в это время истекала жизнь и рождалась церковь дорогие, и вот таким образом мы пришли с вами вот в эту великую Божью славу через Господа нашего Иисуса Христа я говорю о том, что когда мы говорим о славе Библия говорит, что слава она не наша но поскольку мы ее получили от Бога она стала твоей и моей потому что это уже нельзя отделить Христова слава или твоя если ты ее получил от Христа она твоя если ты ее ищешь сам ты ищешь то, что чуждо Богу и чему противится Господь дорогие мои, я знаю, что мы во Христе мы во Христе восседаем на самом великом превознесенном престоле и когда тысячи людей поклонятся Иисусу Христу они поклонятся церкви я думаю, что может быть это страшно слышать но я очень глубоко верю что Библия не разделяет эту славу между Христом и церковью она их общая слава дорогие мои, почему я так говорю? потому что Библия говорит, что что спасение, вообще спасение в отрыве от от предвечного замысла Бога нельзя рассматривать спастись это не просто спастись это унаследовать славу спасение это не просто перестать курить, пить или что-то такое спасение это это стать сыном царя всех царей я знаю, что вот такими детьми сыновьями, дочерями мы с вами стали однажды в моем доме присутствовала семья и они говорят, что они хорошие люди они были неверующие, мы с ними дружим я говорю, обращаясь к ним, что слушайте, ну когда вы пойдете в церковь она говорит, а зачем нам церковь? мы то не делаем, то не делаем мы прекрасные люди и потом жена мужа сказала что многие из тех, кто церковь посещают они гораздо хуже, чем мы мы знаем ваших верующих они нечестные, они обманывают и я когда говорил с ними, я подумал вот к этому мы свели наше спасение вот просто к посещению церкви или к чему-то, может быть, к чтению Библии и мы думаем, что вот это вот спасение на самом деле спасение оно гораздо шире оно глобальнее, чем просто прийти в церковь дорогие мои, спасение это унаследовать славу в этом был план Божий от начала и спасение иначе рассматривать в отрыве вот от этой славы невозможно и не нужно потому что это неполное спасение то, ради чего Иисус пришел Он пришел, чтобы найти церковь, невесту ради этого Он уплатил громадную цену Он выкупил весь мир, чтобы приобрести жемчужину, которая была где-то спрятана посреди всего этого населения дорогие мои, когда мы были куплены мы стали с Ним одним Духом Библия говорит, что соединяющийся с Господом Он становится один Дух с Господом то есть Иисус, когда высвободил жизнь о чем я говорил в прошлый раз Дух Святой пришел на землю соединяясь с нашим Духом Дух Святой создал новую личность одну единую, неделимую личность эта личность называется новый человек или Иисус Христос который обитает в церкви и в тебе во мне и теперь, когда ты стал сонаследником этой божественной жизни ты приобрел его славу дорогие, когда я говорю о славе я понимаю, я прекрасно понимаю что в славе пришествует смирение я прекрасно понимаю что истинная власть власть над демонами над болезнями над проклятиями над всем возможным она только дается нам в меру нашего сокрушения в меру познания познанию всегда предшествует слышание слышанию предшествует сокрушение почему я так говорю? потому что мы иногда так плохо слышим нам так трудно что-то услышать пока Бог каким-то образом не создаст соответствующие обстоятельства я часто говорю студентам что однажды трое молодых парней они на машине были просто снесены с дороги они полетели в обрыв и вот этот промежуток составлял три минуты пока они приземлились и в эти три минуты они все услышали они поняли как им жить что им делать почему они такие были открыты в это время потому что Бог создал обстоятельства вот иногда нам нужны эти обстоятельства чтобы услышать то что Бог хочет нам сказать и вот эта слава о которой я говорю она помещена в человеческий дух дорогие мои сегодня о славе так много говорит Старый Завет сегодня так много повествуется всевозможными авторами об этой Божьей славе но что я точно знаю что эта слава которая в Старом Завете присутствовала в Скинии во Святое Святых иногда она присутствовала где-то в долине всякий раз когда Бог что-то совершал этому всегда предшествовала слава и потому Моисей однажды говорил Господи я хочу увидеть Твою славу покажи мне славу Твою он много раз ее видел и вдруг он снова говорит покажи мне славу потому что мы на грани погибели Бог вот-вот изречет суд и этот суд уже был не за горами и Бог решил Моисею показать славу и он ее увидел и эта слава была не в демонстрации чего-то такого грандиозного а просто в слышании того кто есть Бог и Бог сказал ему что я человеколюбивый Бог я милосердный я милостивый до этого он видел славу всевозможным образом по-разному она являлась в виде облака в виде огня однажды она явилась в скинии и священники упали на землю однажды она была в скинии в виде огня священники даже не могли войти в скинию много раз в славе предшествовало облако которое сходило перед великой славой Божьей иногда это облако являло славу то есть это было всегда по-разному я вспоминаю случай что однажды когда восстали люди в Израиле Бог явил славу свою и когда этот дым сошел то при этом дыме Моисей сказал что Бог собирается произвести суд и вот эти жилища людей они были истреблены дофана аверона и Бог истребил их потому что слава пришла всякий раз когда Бог посылал чудо ему предшествовала слава всякий раз когда жертва должна была быть принята Господом ему предшествовала также слава дорогие об этом очень много я знаю что сегодня я не располагаю временем но я знаю вот о чем я хочу сказать о том что слава некогда находящаяся вот во святое святых именно в самом святом месте которое было прикрыто завесой вот эта слава которой к которой шли люди на которую взирали она называлась Шихина и вот эта слава в один из прекрасных дней в истории она трансформировалась в твой дух и теперь слава обитающая в скине и завета она живет в твоем и моем духе представляете как мощно Бог облагодетельствовал церковь теперь в возрожденном духе от Бога в человеческом духе в котором живет святой дух обитает вся полнота и слава Христова абсолютно вся и теперь наша задача с вами не идти к какой-то может быть какому-то месту на какую-то территорию но мы должны смотреть в дух рожденный свыше от Бога потому что в нем обитает слава и я знаю что дух наш он перекрыт как бы завесой подобно тому как через тело Христова Бог разорвал завесу в храме помните писание говорит что завеса в храме разорвалась когда он умер и доступ во святое святых стал быть открытым вот у нас тоже есть завеса и эта завеса это наша в каком-то смысле наш ветхий человек это наша плоть и вот до тех пор пока наш ветхий человек остается в силе остается правящим нашей жизни до тех пор вот эта жизнь Христа в духе человека она не может расплескнуться и распространиться потому что мы взираем не на славу которая в духе но на самого себя понимаете когда мы взираем на славу Божью в нашем духе мы преображаемся в тот же образ мы становимся людьми славы людьми прославленными но когда мы взираем на себя тогда эта слава просто исчезает Павел говорит что мы не так как Моисей но мы с великим дерзновением взираем на эту славу но для того чтобы на нее взирать нам необходимо иметь откровение от Бога что она находится там что она себя представляет насколько ты во Христе являешься человеком великой славы власти смирения и силы и терпения потому что Бог тебя таким сотворил во Христе Иисусе но порой мы это просто не видим потому что нам мешает ветхий человек и поэтому я сегодня призываю всех нас дорогие мои давайте просто устремим свой взор к тому чтобы нам молить Бога чтобы Он открыл славу Иисуса Христа обитающую в тебе если для этого нужно страдать я верю что мы с вами готовы страдать если для этого нужно что-то другое мы готовы чтобы воля Божья сделать все чтобы она исполнилась я знаю точно одно я еще буквально 5 минут возьму времени я знаю то что когда-то мы с вами будем царствовать и Библия говорит что Бог будет распределять целые народы для управления ими церковью я знаю что сказано что мы будем судить народы и даже ангелов дорогие мои я знаю что Бог тебя и меня готовит к этому будущему царствованию со Христом и для этого ведя нас к этому моменту Он посылает трудности чтобы воспитать в тебе достойный характер чтобы воспитать в тебе и во мне человека достойного во Христе этого царствования я знаю что в наших семьях происходит иногда несчастье скорби проблемы я знаю что все это имеет отношение к будущему царствованию потому что иначе мы не можем со Христом царствовать сказано в Писании что Иисус разделил свою славу с теми кто были верными ему до конца то есть до смерти и когда ты проходишь через смерть ты входишь в славу зависимую от твоей верности я прочитаю последнее место на сегодня и мы будем молиться Господу это написано в Откровении давайте откроем пожалуйста со мной это место сказано здесь так и увидел я отверстое небо и вот конь белый и сидящий на нем называется верный истинный который праведно судит и воинствует глаза у него как пламень огненный и на голове его много диадем он имел имя написанное которого никто не знал кроме его самого он был облечен в одежду обогренную кровью имя ему слово Божье и воинство небесное 19 глава я прошу прощения если я не сообщил откровение я читал из 11 стиха пожалуйста если желаете откройте 15 стих говорит из уже его исходит острый меч чтобы им поражать народы он пасет их жезлом железным и далее сказано что на одежде у него на бедре написано имя царь царей господь господствующих дорогие здесь идет речь о том что Иисус выходит как бы на последнем в своем последнем шествии на эту землю чтобы победить антихриста и дорогие мои когда он вышел его одежда была обогренная кровью несмотря на то что он был царь царей и господь господствующих он не стыдился этих одежд обогренных кровью и рядом с ним шествовало целое воинство обогренных чистой одежды дорогие вот эти следующие за Иисусом это ты и я представляющие церковь это те люди которые будут также на белых на белых конях шествовать за Иисусом Христом и им суждено царствовать вместе с ним дорогие ради них Бог оставил это время ради тебя и меня на этой земле чтобы научить их царствовать проходя через страдания Бог просто тебя учит к будущему царствованию дорогие мои когда я знаю прекрасно когда антихрист видит эту одежду обогренную кровью естественно он заранее предчувствует свое полное сокрушение или поражение я знаю что в этом секрет нашего царствования именно вот в пролитии крови именно сила сила царствия она в кресте Иисуса Христа потому что благодаря смерти и воскресению он вел тебя в это царственное наследие дорогие поэтому мы также должны не страшиться креста Христова мы не должны страшиться обличений Святого Духа мы не должны бояться когда он изобличает в тебе что-то тебе вообще непредставляемое потому что этим он готовит тебя к царствию я знаю что спасение о котором я сказал оно не включает в себя просто ходить в церковь оно прежде всего включает в себя смерть для греха смерть для самого себя для закона смерть даже для Исаака если вы помните историю с Авраамом иногда Бог проводит нас через такие этапы смерти чтобы научить тебя царствовать я знаю что спасение оно гораздо шире чем просто не грешить оно гораздо много много масштабнее чем просто как я сказал идти в церковь потому что в отношении тебя и меня у Бога грандиозные планы и поэтому для того чтобы в них проникнуть нам нужен дух смирения нам нужно просто не бояться креста чтобы его слава она жила и распространялась через тебя и меня пускай нам в этом поможет Господь ему слава аминь поклоняю тебе и слава и слава о чудный Господь о чудный Господь о дивный спаситель нас Иисус Христос сколько ты сделал для нас Господь в этой величайшей твоей тайне куда ты углубляешь нас в поздание твоей истины через твою святую славу Аллилуйя Аллилуйя предлагает Ирмит Эрмит weekends 있어요 с 말이 « святую tiếp Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благословен наш Бог! Спаситель Иисус Христос, благословен Хлюк Святый, благословено Слово Твое, благословено Церковь Твоя, Девеста Твоя, Слава Твоя! Благословено Церковь Твоя, 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 бл Слава Господь, слава Господь, слава Господь. Слава Господь. Слава Господь, слава Господь. 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 Иисус за это, будь благословен, и мы просим у Тебя, Отец, мы просим, чтобы все эти чудные богатства Христовые, они могли быть осуществленными, совершить так, чтобы, Господь, все то, ради чего Ты пришел, оно стало быть реализованным в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя, благослови, Господь, Твою церковь, подними Твою церковь, веди нас, Господь, к великому званию во Христе Иисусе, для того, чтобы имя Твое светилось, для того, чтобы Твоя слава распространялась по всей земле, чтобы сегодня Ты пленил, Господь, тысячи людей, не спасенных Твоей славою. Будь благословен, великий Бог, будь благословен, Господь, Бог в Церкви Твоей, в Твоем народе, Тебе, великому Христу Иисусу, Отцу и Сыну, Святому Духу слава. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прилет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Греб наш, сущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лутавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу. Братья и сестры, садитесь, пожалуйста, пусть вас Бог благословит. Слава Богу за прекрасное Слово. Слово Божье живое и оживляет нас, оживляет души наши, оживляет Дух наш, чтобы мы служили Ему и торжествовали всегда во Христе Иисусе. Слава Ему. Друзья, мы уже видим, что наши часы все ближе и ближе подходят к концу этого года. к концу этого года, и Господь нас благословил. Слава Богу. Всем нам известно из Слова Божье, что в Писании говорит, что у Бога пишется памятная книга о всем, о всех делах наших. Вы знаете, на земле даже вот мы имеем хористы, да, в пятницу отмечаем, есть тоже такая памятная книга, кто когда приходит, был, не был, был, не был и так далее. И можно все проверить. У меня даже есть такая книга с 92-го или 3-го года. Всех записано, кто участвовал в хору, которые сейчас сидят, половина из них здесь в зале сидят по разным причинам, по суете своей, по разным причинам. В основном из-за суеты и такого, может быть, ослабевания духовного оставили это служение. Но, вы знаете, но все записано, кто как посещал. И здесь на земле, я хочу сказать, мы можем даже упустить, что-то может быть не так правильно даже отметить. Может быть. Но у Бога все точно и точно отмечается. Все наши дела. Все, что мы делаем. И поэтому сегодня пусть нас Бог благословит, чтобы мы служили Ему от чистого сердца и благословляли Его. Сегодня молодежь также подготовила детки и молодежь. Я их деток тоже называю. Это наша молодежь уже, настоящая молодежь. Они будут служить Господу. Придет время, когда они заключат завет с Богом и будут здесь в церкви, и будут петь и славить, и служить Богу. Они подготовили также много песен, стихотворений. Пусть их Бог благословит. И сейчас я, пожалуйста, хочу пригласить Оксана и ваша группа. Пожалуйста, выходите. Они споют Псалон. А мы будем совершать наше служение. Служение, это последнее в этом году, уже не будет. Уже кто опоздал, даже вы хотите за прошлый год сделать, уже не сможем. У Бога записано. В 12-м году этот брат или сестра служили мне так-то и так. А в 13-м сказать, Господи, сделай мне за 12-й. Ну, не знаю, как Господь сказал, в 13-м сделал. У Бога все точно. Поэтому пусть Бог благословит нас послужить и в этот час перед Господом. А дальше я еще объявлю. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok На землю спустилась тишина, Объяла собою дома. И только где-то вдалеке, И только где-то вдалеке На небе зажглась звезда. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мною была Ты одна. Пой, пой, ангельский хор, Людям расскажи, Что в Вифлееме вам рожден Царь земли. Две тысячи лет прошло с тех пор, Звезду-то уж поздно искать. Но жив Христос, и знаю я, Но жив Христос, и верю я, Он придет опять. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мною была Ты одна. Пой, пой, ангельский хор, Людям расскажи, Что в Вифлееме вам рожден Царь земли. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мною была Ты одна. Пой, пой, ангельский хор, Людям расскажи, Что в Вифлееме вам рожден Царь земли. Слава Богу, спасибо, пусть вас Бог благословит. Ну, конечно же, я хочу позвать сюда Самуила. Пожалуйста, Самуил. Он ко мне подошел сегодня и говорит, я буду два стихотворения. Пожалуйста, иди, иди сюда, будешь рассказывать стихотворение. Самуил расскажет, а когда расскажешь стихотворение, два стихотворения, потом скажешь маме спасибо, что она тебе столько стихотворений помогает выучить. Пусть тебя Бог благословит. После Самуила у нас четыре сестрички-девочки, они также споют Псалом. А после девчат мы послушаем, Анечка расскажет, какой Псалом 150-й. Пусть Бог благословит. Рождество приносит счастье, Бог дарует нам Его. Так давайте все прославим Бога вечного моего. Аминь. Аминь. Пусть стих Рождества, Пусть нити Рождества никогда не прервется, Пусть радости мир наполняют наши сердца. Спаситель родился, и свет пусть пролется, В те души неверия, где мрак, пустота. Зажгается звезда вихремской глазури, Ее святой дивной пленяет сердца. Зовет он из терцан жизненной бури, Склониться у ясок, Младенца Христа И новой дорогой К прекрасным вершинам, Когтям муртицы из далекой страны. Пойдем за Иисусом, Спасителя мира, В край дивной святой неземной красоты. Аминь. Аминь. Молодец. Да благословите Господь. И мамы тоже, которые мы будем. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все, кто блуждает в темноте, Пусть весть услышат Ах, Кристос! Мудрецы звезду увидев, В Вифлеемский стол вошли, Там колени приемпали И подарки принесли. И когда печально в сердце, Подними глаза туда, Здесь сияет вечным светом Вифлеемская звезда. Горит звезда, всегда горит, И светом новым озарит. Все, кто блуждает в темноте, Пусть весть услышат Ах, Кристос! Много звезд на небе светит, Только светит все сильней. Та, что время возвестило, Рождество царя царей. И когда печально в сердце, Подними глаза туда, Здесь сияет вечным светом Вифлеемская звезда. Горит звезда, всегда горит, И светом новым озарит. Все, кто блуждает в темноте, Пусть весть услышат Ах, Кристос! Горит звезда, всегда горит, И светом новым озарит. Все, кто блуждает в темноте, Пусть весть услышат Ах, Кристос! Горит звезда, всегда горит, И весть услышат Ах, Кристос! Слава Господа, детки, да благословит вас Господь! Папа и Папа! Псалом 150-й, Аллилуйя! Хвалите Бога, во святынь его, Хвалите его на твердь и силы его, Хвалите его по могуществу его, Хвалите его по множеству величия его, Хвалите его по могуществу его, Хвалите его по множеству величия его, Хвалите его с азуком трубным, Хвалите его на псалтыре и гуслях, хвалите вас тимбаном и ликами, хвалите его на суммах и органах, хвалите его на звучных кимбалах, хвалите его на кимбалах громоглазных, хвалите все дыщащие, дохвали Господа. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Молодцы молодежь, пусть вас Бог благословит. Хвалите Господа и славьте всегда в собрании. Слава Богу. Мы этого желаем. Сейчас, пожалуйста, Света и молодежь, благослови вас Господь, они споют псалом. После этого у нас есть гость Толик из Агайи, он споет также псалом. И после Анатолия Андрей и ваша группа два псалма. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok For unto us a child is born 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 For unto us a child is born For unto us a child is born For unto us a child is born We shall live The King of Kings The Everlasting Father The Prince of Peace Wonderful The Almighty God The Almighty God The Everlasting Father The Everlasting Father The Prince of Peace 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Братья и сестры Я вас всех поздравляю с Рождеством Христовым Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Слава Богу, братья и сестры Хорошо, молодежь, пусть вас Бог благословит Заметили здесь все наши хористы С основного хора Слава Богу Только три человека Поэтому мы вас троих принимаем И будете петь и гефсиманию И благослови вас Господь А за Андрея мы особо молимся Вы знаете, он всегда говорит Что у него времени нет в наспевке по пятницам Благословите Господь, чтобы ты чаще ходил И благословение всем нам Друзья, вы знаете, мне так понравился Братик наш Анатолий Ты быстрее увольняйся с работы Переезжай сюда Пусть тебя Бог благословит Ты еще споешь Сейчас споет наша братская группа А после две песни споет А потом после братской группы Ты еще один псалом Из Агайи в таком А здесь лучше Здесь теплее Поэтому пусть Бог благословит тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приближается день твой, Господь Всемогущий Когда все народы придут пред тобой Затрубит громогласно Архангел другою Собирая народы от края до края земли Затрубит громогласно Архангел другою Собирая народы от края до края земли Как в одни предпотопом еле пили и женились И не думали люди, чтобы за конец Палились воды с неба и без дни открылись Погребая живущих на грешной земле Палились воды с неба и без дни открылись Погребая живущих на грешной земле Как Содом и Гамором И то бы и страстью разжигали великий общень огонь Отвергая законы божественной власти Получили возмездие в ужасный тот день Будут боя на поле обычно Поздно будет другому уже извиниться На мучения придется остаться тогда Поздно будет другому уже извиниться На мучения придется остаться тогда В мгновение, о, как Христос возвратится За народом, который был верен ему И он скажет, войдите, наследники неба Вы достойны со мной быть на брачном беру И он скажет, войдите, наследники неба Вы достойны со мной быть на брачном беру Остальных миллионы воскрескнут на муки Чтобы вместе с живыми предстать пред судом Самый храбрый воскликнет Притоком великим Вся земля возглядает пред грозным Христом Приближается день, твой Господь всемогущий Когда все народы придут пред тобой Затрубит громогласно Архангел трубою Собирает народы От края до края земли Затрубит громогласно Архангел трубою Собирая народ и от края до края земли Слава Господу! Действительно придет тот день, когда мы возьмемся туда и будем с Ним вечно В Царстве Божьем И я так счастлив, что там действительно не будет ни Биллов, ни ТАКС Я очень рад, не знаю как вы, но я иногда работаю, работаю, работаю И все деньги уходят только на ТАКС и Биллы и так далее и тому подобное Меня это очень радует, что там будет просто отдых Но вы знаете, этот отдых еще надо заслужить Кто-то здесь собирает себе богатство и думает, что он будет жить вечно Кто-то миллиардер, но и у него всего лишь только одна жизнь Надо стремиться к небу Читать Слово Божие, молиться И не только это делать, но еще и верить в то, что Господь есть Бог И придет время, что когда Он позовет нас всех И кто был избран, Он будет там И уже поздно будет для тех, кто ходил в собрание Думал, что будет петь и в хоре Вот как Андрей сказал, но не приходил Захочет петь, а времени уже не будет Пока есть время, пожалуйста Места есть еще, можете приходить Очень много молодежи, люди, которые умеют петь Пожалуйста, приходите в хор Есть край, есть край Отчизна есть другая Где нашей пристани конец Страна небесная святая Где каждому возложится венец Мы будем там, мы будем рядом, рядом И склоним головы Христу на грудь О, небо нам подарит аром-даром И словом ободрит, зовут Крайне обычный, без тревог и горя И слез на ноги не будет никогда Мы пролетим, пускай бушует море Достигнем цели и войдем туда Мы будем там, мы будем рядом, рядом И склоним головы Христу на грудь О, небо нам подарит аром-даром И словом ободрит, зовут Нет красоты, как в вечном доме Вся красота Иисус Христос Сменился тот венец терновый А приобрел венец нас новый Мы будем там, мы будем рядом, рядом И склоним головы Христу на грудь О, небо нам подарит аром-даром И словом ободрит, забудь Нас будут ждать, убрать от честных Мы в ножу спросим под крестом Оттуда наш начаток жизни В том вечном Божий Царстве за Христом Мы будем там, мы будем рядом, рядом И склоним головы Христу на грудь О, небо нам подарит аром-даром И словом ободрит, забудь И словом ободрит, забудь И словом ободрит, забудь Слава Богу Слава Богу Прекрасное пение, правда, братья и сестры? Давайте скажем, слава Богу Как уже Саша сказал, все эти билы замучили Но год закончился Давайте забудем за билы А вот у братьев есть прекрасное для всех нас Для каждого Не, наверное, не хватит У них немного Ну, по крайней мере, для половины этого собрания У них есть диски Приобретите И будете в следующий год наслаждаться Когда будет тяжело билы выписывать Вы включаете всегда их диск, кассеты И они, и будут эти песни вам звучать Все, что сегодня пели Пусть вас Бог областит Пожалуйста, Доли Благослови Господь Я благодарю вас за приглашение Я подумаю над этим Наступная песня Вона на английском языке Я трошки постараюсь ее перекласти Для тех, кто не понимает Песня про милість и любовь нашего Господа Яка каже, что Мой вирный батько и мой друг Что твоя милість, вона как речка Вона без кінца Что вона покрывает мои грехи И когда я приходу к тебе, ты меня прощаешь И приспев каже так Что твоя милість, вона велика Любовь, вона сильная И что каждый день я падаю перед тобой на свои колена Потому что твоя милість, вона и велика Просла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Your grace still amazes me Твоя слава все еще удивляет меня Слава Господу, братья и сестры Его слава действительно не наша слава не человеческая слава Его слава – это настоящая слава. Слава, которая приводит человека в восхищение, поднимает его на путях Господних и дает ему жизнь. Слава нашему Господу. И я хотел бы продолжить немножко, может быть, в другой интерпретации проповедь нашего брата Анатолия. Брат Анатолий, слава Господу. Бог дал тебе слово и мне дал такое же слово, только, может быть, немножко по-другому. Знаете, когда-то апостол, вернее, Бог говорил пророку Исаии и сказал такие слова – «возвещай». А Исаия говорит – «что мне возвещать?» И Бог сказал – «всякий человек, всякая плоть, трава и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». И это действительно так, правда? Петр потом впоследствии повторил слова пророка Исаии. И когда мы посмотрим на жизнь, когда мы посмотрим с вами на жизнь, то это действительно так. Старшее поколение, не те, которые выросли, родились и выросли здесь, а наше поколение, видело много славы, правда? Люди имели эту славу. Пиджак был такой тяжелый, что 20, наверное, с чем-то килограмм один пиджак весил. Все было усеяно звездами и орденами. Все было в такой славе, что представить себе трудно. И много их таких было. Помните, братья и сестры, да? Но вот они ушли, пришли к своему концу. И как написано, «Нах, я родился, нах, я и возвращусь». Правда, сказал муж Божий. И вот так и они имели славу, имели почет. Но вся эта слава, она человеческая слава. Настоящая слава – это слава, которая нисходит от небесного Отца, приходит к человеку, и Бог прославляет человека, правда? Не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Так говорит Слово Божие. И если бы кто-то из нас стал себя прославлять здесь, вы бы чуть-чуть послушали, а потом бы махнули рукой и сказали «Продолжай». Повернулись и ушли. Потому что слава человеческая – это есть бесславие самое настоящее. Но слава Божия – это слава, которая не прекращается. Это слава, которую Бог дает своим людям, нам с вами. И я хочу заострить наше внимание сегодня отчасти на этой славе, а потом о славе, которая должна принадлежать Богу через нас. Слово Божие предупреждает нас с вами. Предупреждает и пожилых, и старых, и молодых предупреждает. Оно говорит о славе. И говорить о славе, как сказал брат Анатолий, не стыдно. Стремиться к этой славе – это почетно. Это не стыдно, братья и сестры. Но не к человеческой славе, а к славе, которой Бог прославляет своих детей. И Павел много раз говорил об этой славе. Он много раз говорил о наградах, говорил о венце. И помните, в конце своей жизни он говорит, а теперь готовится мне венец какой? Правды, который обещал Господь кому? Любящим Его. Который обещал Господь мне, и не только мне, но и всем, любящим и возлюбившим Его явление. Так Слово Божие говорит. И знаете, если вникать в Слово Божие, то там мы находим, есть пять венцов. Венец славы, венец жизни. Там венец радости есть. Разные венцы. Пять венцов. И знаете, когда-то один брат, я помню, старец, говорил, я был еще маленький, и он говорил проповедь именно на эту тему. И он сказал, кто-то будет иметь пять венцов. Представляете себе? Когда Господь возьмет нас от земли, когда Он прославит свою церковь, кто-то будет иметь пять венцов. Кто-то будет иметь один. А кто-то не будет иметь ни одного. Как вы думаете? Хорошо быть спасенным? Хорошо. Мы все стремимся. Мы хотим. Мы совершаем в страхе свое спасение. Но спасенным быть – это еще не все. Надо стремиться к славе, к почести, вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Жить на этой земле так, чтобы Бог прославил тебя. Ты слышишь? Может быть, это звучит немножко, ну, как сказать, непонятно для тебя. Но Бог призывает нас. Он призвал нас к славе. Мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня, от Духа. Вы слышали это слово? Помните? Так скажите, что лучше, быть спасенным или вдобавок к спасению еще быть прославленным? Правда быть прославленным? Иметь эту славу, как Христос сказал, славу, которую я имел у тебя, прежде создания мира. Бог так говорил через Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит эти слова, как Сын Божий. Он имел эту славу. И нам с вами Он предлагает свою славу. Но эта слава, она нечеловеческая. И зарабатывают ее нечеловеческими методами, нечеловеческими наградами. Она не зарабатывается нашей силой. Она не зарабатывается нашим интеллектом. Эта слава зарабатывается смирением пред Богом живым, который прославляет смиренных спасением, так говорит Слово Божие. И для того, чтобы иметь эту славу, братья и сестры, надо быть очень внимательным христианином. И как взрослым, так и детям, так и молодежи. Так и молодежи. Замечать, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, к чему мы стремимся, что мы выбираем и на что мы надеемся. И я хочу прочитать Слово Божие, которое записано в книге Исход, 15 главе. Я хочу говорить о прославлении, хочу говорить о хвале и о благодарении. И в этом у меня возникли три вопроса. Кто, где и когда. И сегодня мы с вами поговорим об этом. Но прежде я хочу прочитать Слово Божие. «Пою Господу», 15 глава книги Исход, я прочитаю с первого стиха. Но хочу обратить внимание на второй. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. «Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание свое. «Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». То есть, когда Израиль вышел из Египта, перешел Черное море, и Бог избавил его от врагов его, Мариам взяла тимпан и гусли, и вместе с женщинами воспела песнь Господу. И слова были такие. «Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его». Первое, что мы с вами должны сделать, это прославить Господа. Он избавил нас из этого мира. И я хотел бы обратить внимание, кто должен прославлять Господа. Написано, 144-й Псалом, 10-й стих. «Да славят Тебя, Господи, дела Твои, да благословляют Тебя, святые Твои». Первое, первыми, кто должен прославить Господа, это святые Его, которых Он избрал и оправдал, которым даровал жизнь вечную. То есть, мы с вами. Бог даровал нам жизнь вечную. Братья и сестры, до нас доходят эти слова? Доходят эти слова? Или же нет? Или же мы не отдаем себе отчета? Он прославляет смиренных спасением. Так говорит Слово Божие. Второе, кто же еще должен прославить Господа? Первое, мы сказали, святые должны прославить Господа. Так, 139-й Псалом, 14-й стих. «Так, праведные будут славить имя Твое». Слово Божие говорит, «Правым прилично словословить». Кому? Тот, кто праведен. Чьи дела праведны? Как написано, «Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение». Праведным прилично словословить. Правым прилично словословить. Человек, человеку свойственно падает. Я понимаю. Грех начинает обладать сердцем человека. Он живет в человеке. Такой человек не может прославить Господа. Правым прилично словословить. «И если ты чувствуешь в сердце своем зависимость от греха, от него нужно освободиться в первую очередь. Друг мой и брат мой, после этого твоя слава будет принята Господом». А это очень важно. Мы поговорим потом, почему. Дальше. Псалом, 78-й, 13-й стих. «А мы народ твой и твоей пажите овцы». Смотрите. «Мы народ твой». Кто должен прославлять Господа? Весь народ. Мы сказали первое – святые, потом праведные. Слово Божие говорит, когда мы читаем Псалмы Давида, Он говорит «А мы народ твой и твоей пажите овцы». Дальше. Кто еще должен прославлять Господа? «Славьте Господа!» Тогда скажут избавленные Господом. Псалом, 106-й, 1 и 2 стих. То есть, искупленные Господом, должны прославлять Его. Это опять мы с вами. Братья и сестры, все относится к нам в разной интерпретации, но все относится к человеку. Кто еще должен прославлять Господа? «Боящиеся Господа!» Псалом, 21-й, «восхвалите Его!» Боящиеся Господа должны прославить Его, ибо Он достоин. Я сокращаю и говорю быстро. Верные и познавшие истину должны прославлять Господа. «Все люди повсюду!» Псалом, 144-й и 148-й, «слуги Божии!» «Все ангелы и вся природа!» Это относится к первой теме. Кто должен прославлять Господа? Я еще раз бегло повторю. «Святые, праведные, народ Божий, искупленные, боящиеся Господа, верные и познавшие истину!» «Все люди повсюду!» «Слуги Божии!» «Все ангелы и вся природа!» Слава Богу нашему! Братья и сестры! «Да наполнятся уста наши хвалою и сердце наше пением, потому что Слово Божие говорит об этом!» И я прочитаю это Псалом, 148-й, если я не ошибаюсь, 148-й. Я прочитаю его весь, немножко займу вашего внимания. «Аллилуйя! Хвалите Господа с небес! Хвалите Его в вышних! Хвалите Его все ангелы Его! Хвалите Его все воинства Его! Хвалите Его солнце и луна! Хвалите Его все звезды света! Хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес! Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось! Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет! Хвалите Господа от земли! Великие рыбы и все бездны! Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Слово Его! Горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его едино превознесено, слава Его на земле и на небесах! До этого места! Братья и сестры, что может быть нам с вами непонятно? Итак, кто должен прославлять Господа? Мы слышали с вами. Второе, я сказал, кто, где и когда? Моя тема. В собрании великом, Псалом 21, 23 стих, посреди собрания восхвалять Тебя. Где мы должны славить Господа? В собрании великом, как сегодня у нас с вами, собрание великое, и это великое собрание должно велегласно, в радости, прославить Господа. Братья и сестры, я так думаю, если когда Иисус Христос вступал, входил в Иерусалим, въезжал на этом осле, и дети, и весь народ снимали одежды, постелали, срезали ветви с деревьев, ложили, этот осел шел по ним, и все великласно славили Господа, потому что так было о нем написано. Скажите, а нам с вами, в 21 веке, живущим в этой стране, когда никто нас не гонит с вами, когда никто не притесняет, когда мы имеем все, что он должно иметь, все, что Господь нам все это дает, как же нам с вами не прославить Его хвалою достойною, устами, которые бы не умолкали. Когда мы ложимся, и когда мы встаем, мы говорили бы, слава Тебе, Господи, и Дух наш, именно не то, что может быть, даже и не только уста наши, а Дух наш, говорил и произносил это словословие Господу. Братья и сестры, это необходимо. Я в конце скажу, почему это необходимо. Это очень важно для каждого из нас, для вас, молодежь, сидящих, сидящим на этом месте. Вы слушайте внимательно, потому что это очень важно. Если вы не будете этого делать, если мы все с вами не будем этого делать, придет такое время, когда Бог отвернется от нас. Я прочитаю потом. Смотрите, дальше. Мы сказали, где должно прославлять, в собрании великом. Дальше. Псалом 150 говорит, нам Анечка рассказывала, хвалите Бога во святыне Его, то есть во святилище должно славиться имя Господа. Слава Богу нашему. Храм, внешний двор, притвор Соломона, святилище и святое святых. Во святилище должен был славиться Господь. Прежде чем первосвященник должен был войти во святое святых с чужою кровью и принести ее пред Богом живым, во святилище должна была быть хвала. Аллилуйя! Слава Богу нашему! Дальше. Во дворах Его входите во дворы Его с хвалою, говорит Слово Божие. Во дворах Его написано, а внешний двор не измеряй, он дан язычникам. Слово Божие так говорит. И вот там, в этих дворах, язычники должны были славить Бога. Мы с вами из язычников. Вы слышите? Мы не из искупленного народа. Мы не от природной лозы. Мы привились. Мы дикая маслина. Привились. Он привил нас к природной лозе. И от этой природной лозы дикая маслина живет и прославляет его. Аллилуйя! Слава Богу нашему! Дальше. В собрании старейшим. Псалом 106. Да славят его в сонме старейшим. Вы слышите старейшины? И старейшины должны славить Бога. Аллилуйя! Когда собираются на свои собрания, и там должна литься слава Богу живому. Аллилуйя! Среди множества. Псалом 108. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять тебя. Братья и сестры, иногда мы, когда среди этого мира, мы думаем, что Бог нас не видит, не слышит, нас окружает только мир. А мы должны помнить, что очи его над нами, они зрят над каждым из нас и видят наши действия. И если мы прославляем Бога, может быть, кто-то из вас стесняется сказать среди этого мира «Praise God!» Не бойтесь. Бог сказал «Прославляющих Меня Я прославлю». Ты слышишь? Не славой человеческой тебе не дадут наград и медалей, но Бог прославит. Он скажет о тебе пред ангелами и пред всем воинством небесным. Скажите, не величайшая ли это слава? Это великая слава. Итак, я закончил мою вторую тему. Где мы должны прославлять Господа? Я повторю, может быть, кто-то запомнит. В собрании великом, в освятилище, среди людей, во дворах его, в собрании старейшим, старейшим среди множества. Я перехожу к следующему пункту. Когда мы должны прославлять Господа? Мы с вами все люди. А когда же нам его прославлять? В собрании великом, когда мы пришли сюда? Да, совершенно верно. А еще когда? Я прочитаю. Каждый день. Псалом 70, 8 стих. Да наполнятся устам и хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Но, что, 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 всякий день? Ты слышишь? Да бывают же дни, когда не поется. Да бывают дни, когда тяжело. Да бывают дни, когда гнет голову свою, как написано, как тростник. Бывают такие дни? Да бывают. Что ж скрывать? А Слово Божие, псалмопевец говорит, всякий день, восхвалять, всякий день великолепие Твое. Аллилуйя. Он достоин. Слава Ему. С утра до вечера, псалм 112, от восхода солнца и до запада, да будет прославляемо имя Господа. Вы слышите? Когда, с того момента, как открылись твои глаза и до того момента, пока ты не уснул и не погрузился в сон, даже и ночью. Я хочу сказать, даже и ночью, братья и сестры. Вы испытывали такое? Не, я напоминал вам когда-то, но Слово Божие говорит, даже и ночью учит меня внутренность моя. Аллилуйя. Слава Богу нашему. Когда Духом Святым Бог наполняет тебя ночью, скажите, что может быть сладостней того учения? Да ничего. Ничего. Ничего не надо, как поем псалом. Ничего не нужно больше в этой жизни. Ничего, кроме Господа Иисуса Христа. Дальше. Псалом 33. Во всякое время. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Четвертый пункт. До тех пор, пока живем, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Так Слово Божие говорит. И последнее. Во время депрессии. Вы скажете, ну ничего себе. Уже во время депрессии. Как можно во время депрессии? А можно. И я нашел такое место. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Господу. Братья и сестры, нет такого обстоятельства. Нет такого времени. И нет такого, я бы сказал, если можно так выразиться, не места, где мы бы не могли, не должны, были бы прославить Господа. Всегда. Имя Его должно быть прославляемо. Слава Господу нашему. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Новый Завет также говорит о прославлении. То, что я читал, это псалмы Давида. И знаете, я скажу, что нет ничего предосудительного приводить слова псалмопевца. Именно в этой интерпретации. А знаете почему? Потому что Слово Божие, или вернее Писание, Бог Духом Святым предвозвестил. А знаете что? Бог сказал, потом обращусь и восстановлю скинию Давидову, какую? Падшую. И все, что в ней разрушено, восстановлю и исправлю ее. А какая же была скиния Давидова? Это скиния прославления, правда? Где Бог прославлялся, где действительно была хвала, и лилась эта хвала из уст нелживых. Давайте мы поможем Господу восстановить эту скинию Давидову падшую, где бы прославлялся Господь. И Новый Завет говорит о прославлении. Я приводил вам пример. Павел говорит о славе. Он говорит о награде. Петр говорит о награде. «И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним где? Как? Во славе». Вы слышите? Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Не просто явитесь. Кто-то может и просто, как головня из огня будет вытащен. Братья и сестры, это спасение. И слава Богу за такое спасение. Но хотелось бы войти в город воротами, а не перелазить Индии. Хотелось бы, чтобы ты вошел как воин-победитель, может быть, и израненный, но пришел бы с открытым лицом в открытые ворота. А если тебя как головню из огня вытащат, немного в этом славы. Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Слава нашему Господу. Братья и сестры, еще несколько минут. Я хочу сказать, Слово Божие предупреждает нас с вами, что мы к этому должны, к прославлению имени Господа, должны отнестись очень серьезно. Слушайте, я понимаю, что старое поколение, как-то пожилые люди более к этому склонны и более этому придают значение. А вот молодежь как-то, я не слышу, чтобы именно была такая хвала в их сердце. На устах я вижу, что есть. А вот есть ли она в сердце? У меня какое-то такое, знаете, часто бывает, когда молодежь здесь поет, какая-то тревога бывает в сердце. А есть ли оно в сердце у них? Вот это хвала. Я хочу, чтобы она была. Знаете, если ее не будет, это очень опасно. Слово Божие говорит так, я прочитаю. Смотрите, прежде я напомню, Христос говорит так, если Бог прославился в нем, помните, есть так написано, то есть в Иисусе Христе, то и Бог прославит Его. Помните, Христос сказал, то есть если Бог прославится и в нас, потому что мы во Христе, то и Бог прославит нас. Слышите, к чему Он нас с вами зовет? Он зовет не к плотской жизни, не к плотским утехам, не к этому земному, мелочному, которое проходит, сегодня есть, а завтра его нет. Или ты сегодня есть, а завтра тебя нет. Он зовет нас к высшему идеалу. И Слово Божие последнее, что я хочу напомнить нам с вами, предупреждает нас. И как они, слушайте, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Брат Саша Башинский нам недавно читал это место. Я помню это. Они, познавши Бога, слышите? Все внимательно слушайте. Они, познавши Бога, но что они не сделали? Они не прославили Его как Бога. То и что? Бог предал их превратному уму делать непотребство. Вы слышите? Так, что они обезумели. Вы знаете, когда человек, христианин, призванный Христом, знающий то, что должно делать, не делает так, Бог предает его превратному уму. В нашем случае, если человек не прославляет Бога своей жизнью, своими устами, своим сердцем, всем своим естеством, Бог предает его превратному уму. и он начинает делать непотребство. Вы слышите? А когда человек начинает делать непотребство, то мы знаем, что сделанный грех, похоть рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот оно заключение. Поэтому, братья и сестры, не хочу останавливаться именно на такой пессимичной ноте. Хочу всех нас encourage славить Бога и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божия. Если хор поет, он должен петь, как будто бы Иисус Христос стоит здесь и смотрит на вас. Если все общество поет, оно должно представлять, Иисус Христос здесь и смотрит на все общество и видит, твое сердце, твои помышления, твои слова, все твое. Да поможет нам Господь обратиться от мертвых дел к Богу живому и истинному. И Он услышит, простит, поймет и направит наше сердце к прославлению святого имени Его. Да будет Ему слава! Братья и сестры, скажем слава Господу! Давайте помолимся! Молимся! истинному поклонения тебе подозрес его. Аллилуйя! Халлик Боже! Слава! Сердечная тебе! Благодаря Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господи! Дай нам, Боже, непрестанно устами нашими благословлять Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оказывается, Христос пришел Призвал нас быть народом Божиим Чтобы через нас прославлялся Господь Через наше служение Через нашу жизнь Хорошее сегодня Слово Бог дал Через наших братьев Через наших певцов Через наших деток И все это для славы Божьей И для нашего познания о Господе Что мы не просто так призваны быть христианами Дорогие мои Прославлять Господа В душах наших и телах наших Это воля Божия Но гордость, когда есть Когда есть тщеславие Когда есть что-то темное Господь не прославится Господь не прославится А поэтому благодать Господня Да укрепит нас всех Любить Господа И в смирении служить Ему Дорогие, мы идем к заключению богослужения Сегодня воскресный день Последнее воскресенье уходящего года И давайте мы его проведем так С благоговением И с сердечной благодарностью Прославляя имя Господне На четыре часа у нас Молитва за Израиль Пожалуйста, молитвенники Да благословить Господь На пять часов Молдавская группа будет иметь свое служение И на шесть часов вечера У нас вечернее богослужение И у нас будет Брат с Белоруссии Брат Игорь Азанов Пожалуйста, братья и сестры Рекомендую вам Быть на этом служении Это благословенный проповедник И мы будем за него молиться Чтобы Господь его благословил Это то, что касается сегодняшнего дня Завтра у нас понедельник 31 декабря И как христиане Мы всегда провожаем Старый год И встречаем Новый год В служении В собрании святых С молитвами И сердечной благодарностью Пред Господом Поэтому В понедельник Наше предновогоднее богослужение На десять часов вечера На десять часов вечера Мы встретим Новый год Молодежь останется в доме молитвы Остальные, пожалуйста Как вы уже определились Богослужение в Новом году Это во вторник Будет на пять часов вечера Братья и сестры Богослужение в Новом году Это вторник У нас будет на пять часов вечера Не на шесть Не на четыре На пять часов Чтобы вы отдохнули Чтобы молодежь отдохнула И давайте, друзья Первый день Мы также посвятим для Господа Прославим Господа На пять часов вечера Наше богослужение Уже в Новом году Во вторник Братья и сестры Первое воскресенье Января месяца Уже в Новом году У нас будет воспоминание Поэтому Эта неделя Мы готовимся к причастию И да благословить всех нас Господь Это все то Что касается Наших богослужений И мы будем искренно Молиться Пред Господом Чтобы Бог нас благословил Нужды прочитает Андрей Иванович Но я напомнить хочу, друзья О сестрах И о наших больных Братьях и сестрах И о детках Давайте мы будем Искренно молиться Мы видим обстоятельства Которые заставляют нас Как церковь Божию Сердечно В смирении В покаянии Обратиться к Господу И получать от Него милости Сегодня утром Ко мне позвонил Брат Александр Александрович Стариков Эпископ с России Из Курска Передавал нашей церкви Сердечное приветствие С Рождеством Христовым С наступающим Новым Годом Желал нам Божьих благословений Желал нам Божьих благословений И вместе с тем Сказал Ты знаешь, говорит Моисеевич Был в Архангельской области И там служитель Который опекает Два района По этим Знаете Карельским болотам Болотам Этой Сибири И говорит У него трое деток Еще несовершеннолетние И жена тоже Больная Раком Первой группы Уже инвалид Там так просто Не дают Поэтому И за эту сестру Мы также будем Молиться Он еще просил О помощи Мы потом Поговорим об этом Мы молимся За сестру Дину Спастко Молимся за Лилю Которая здесь У нас рядом Молимся за Лесю И Лену Которые на Украине За Надю Нас вчера Просили молиться Будем молиться За Эму Будем молиться За эту сестру Которая Скорелия Будем молиться За наших сестер Которых я всегда Вам напоминаю А также за братьев И деток Которые нуждаются В Божьем исцелении Братья и сестры Когда-то мы вам Говорили И помогали Сестре Вдовец Украины У которой разбился Муж Который копал Колодцы И ее зовут Сестра Лена Фамилия ее Венемеенко Она Очень сердечно Я ей звонил Она передавала Также церкви Сердечные Поздравления Передавала Сердечную Благодарность Особенно Федор Иванович Вашему Семейству Сестры Которые отправили Посылки Она просто с удивлением Говорила Как раз пришло Все вовремя И все подошло Умницы Благослови вас Господь И вы знаете Трудно получить Хотя мы получали Просто поздравительные Письма От наших братьев и сестер Здесь в Америке Были из-за рубежа Но эта бедная вдова Все-таки Сошла нужным И поздравила Нашу церковь Прекрасной Открыточкой И вот послушайте Что она пишет Дорогая церковь Сердечно Поздравляю Всех вас С Рождеством Христовым Родит же сына И наречешь ему Имя Иисус Ибо он спасет Людей своих От грехов их На планету людей На планету страстей Божий сын Избавление Принес Чтобы стать Новой жизнью Твоей и моей В бедных яслях Родился Христос Сердечно благодарю За ваши молитвы Что вы поддерживаете Нас в эти трудные дни Пусть Бог Вас обильно Благословит Лена И дети Вы знаете Не могли прочитать Это поздравление И эту сердечную Такую благодарность От нашей вдовы И ее деток Пусть Бог Ее благословит Друзья А мы Понимая И познавая Великую благочесть Я тайну Должны помнить Что не только Когда мы поем Или играем Или показываем Свои таланты И способности Но когда мы Не забываем Нуждающихся То тоже идет Хвала Богу Нашему Дорогие И еще есть Одна такая вот Просьба Дорогая церковь У нашего сына Энтони Сегодня день рождения Ему исполнилось Восемь лет Просим помолиться За него Чтобы Бог Его обильно Благословил С уважением Иван Инга Тыкменджин Энтони Мы поздравляем Тебя с днем рождения Да благослови Тебя Господь Сынок И мы за Тебя Искренно Помолимся Господу Дорогие мои Если у вас Есть еще Просьбы Приветы Нужды Пожалуйста Объявите И Андрей Иванович Будет читать Нужды И мы будем идти К заключительной Молитве Пожалуйста Пожалуйста Андрей Иванович Пожалуйста Слава Господу Братья и сестры Бог нас Очень сильно любит И мы В служении Господу Сделали все Что должны были сделать За исключением одного Мы пока что Еще не помолились За наших Польных Не услышали Все их Нужды И было бы Несправедливым Если бы мы Этого не сделали Но я верю Что мы Это сделаем Хорошо Братья и сестры Поэтому я прочитаю Все записки И мы с вами Будем молиться Господу Дорогие братья и сестры Хочу вас Дать Господу Славу И благодарность За милости Которые он не явил За исцеление Укрепление Телесно И духовно С уважением Сестра Зина Слава Господу Хотим вместе Благодарить Бога За исцеление В нашей семье И духовное Укрепление С благодарностью Слава Богу Дорогие братья и сестры Очень прошу вас Помолитесь За моего сына Чтобы Господь Коснулся его И дал ему покаяние Братья и сестры Просим вас Помолитесь За нашего сына Чтобы он покаялся И служил Господу Родители заранее Благодарим Дорогая церковь Просим Помолитесь Пожалуйста Господу У нас есть Важная нужда Дабы сам Бог Разрешил эту нужду И вышел на помощь В этой проблеме Ему все возможно А мы бессильны Знаете Иногда Вот записки написаны Ну нужда Большая нужда Огромная нужда Как-то еще выражена Вот И ты не знаешь О чем же это нужда Но эта записка Подписана Родители И посему Мы можем сделать Заключение Записка О детях Братья и сестры Помолитесь пожалуйста За моего зятя Сильно заболел Температура Сильно кашляет Плохо себя чувствует Спасибо Знаете Я улыбнулся Когда прочитал Кем подписана Записка Теща Я думаю Что теща Наверное Хорошая И пусть лучше Давайте мы Знаете Вот эти вот Теща Свекров Там что-то такое Мама Пусть будет так Дорогие братья и сестры Церковь Божия Прошу помолитесь За меня Мне предстоит операция Чтобы Господь Благословил руки врачей И явил свою милость Сестра Надя Братья и сестры Просим церковь Помолиться за нашу дочь Инну Евчеву Сегодня утром Ее отвезли в роддом Пусть Господь Благословит ее роды И ее саму Заранее благодарим С уважением Брат Василий Харча Помолимся за Инну Просим помолиться За внука Нейтана Он с мамой на скорой У него высокая температура Петр Алисонец Помолимся за мальчика Церковь Божия Дорогие братья и сестры У меня очень болит сердце Прошу вас Помолитесь о мне Господу И Иисусу Христу Чтобы Господь Даровал мне милость И послал мне исцеление С любовью и благодарностью К вам Сестра Ольга Братья и сестры Мы Мы выслушали Все записки Прочитав их Пред Господом И я понимаю Что не все Нашли смелость Написать записки Не все Нашли смелость Послать их сюда Кто-то И сидя На скамье В церкви А может быть Услышав Подобную нужду Говорит И у меня такая нужда Сказалось в сердце Давайте мы Все вместе Станем пред нашим Господом И помолимся Господу За всех наших Братьев и сестры Которые больны И имеют нужду Пред Господом Чтобы Господь Явил милость И укрепил Благодатью своей Господь Слава тебе Господь